Добрый день, дорогие мои! Мы снова в центре Пятигорска, снова в Цветнике, и здесь сегодня мы по поводу воды. В общем-то, в Пятигорске все по поводу воды, но у нас сегодня специальное назначение, так как вы попросили сделать анализы моим анализаторам, правда, он такой простенький, бытовой воды, которую здесь потребляет. Когда-то это место было действительно естественными богатыми источниками, минеральными, и именно сюда съезжались все богатые люди, как и сейчас съезжаются всякие люди для того, чтобы потреблять эту воду. Но потреблялась она тогда не таким способом, как сейчас, я вам чуть попозже расскажу, а пока покажу свадьбу. Все любят смотреть на свадьбы. Вот как здесь одеваются на свадьбу. Вот такие тут фотооператоры замечательные. Ну, а я здесь нахожусь по вашей просьбе, потому что вы попросили сделать анализы тех вод, которые здесь есть. Мы начнем с воды, которая не минеральная, она просто питьевая, но она предлагается всем для потребления. И она немножечко пахнет серого дороги. Но мы сейчас с вами посмотрим, какая у нее минерализация. И 52 единицы. 54. 53. Ну, если вы знаете, что питьевая вода начинается с 50, до 50 она близко к дистиллированной, если ее пить, то будут из костей вымыты все соли, там, минералы и так далее. Поэтому меньше 50 единиц опасно. Ну, и больше 50 достаточно опасно. И 200 является максимально допустимым пиашем для воды питьевой. Если больше 200, то лучше либо потреблять маленечко, как здесь вот предполагается, минеральную воду потреблять. Ну, а дома такую лучше не потреблять, потому что там не наши минеральные. Ну, вот еще раз показываю, что нагрелась вода и стала показывать 59, выделяется больше минералов. Мы пойдем дальше, и сейчас мы померяем, сколько же в галерине пиаши этой воды. Пока здоровья вам всем желаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!